здравствуйте мои дорогие зрители и подписчики моего канала вечерние посиделки и сегодня я хотела бы снять промежуточное видео небольшой отчет по совместному проекту вышиваем по журналам и книгам от елены цвет я вот напоминаю вышиваю кухонную салфетку по дизайну вероника женер по такой красивой чудесной книги вышила я немного мне вот очень нравится этот клетчатый чайник пиала и молочник получается так здорово начал у меня уже выходить потихоньку вышиваться цветок кжели вы и с такими вот цветочками красненькими очень мне нравится процесс хотела сказать что вышивается очень легко на одном дыхании я как-то считала что будет гораздо сложнее все вышиваться потому что все-таки французская вышивка я думала что процесс такой будет тяжелый но вышивается хочу сказать прям вот с легкостью и очень приятно ну вот мне очень нравится также покажу ниточки вот они все я разложила решила сегодня поснимать без штатива это у меня какие-то видео все однообразные вот эта красота также вот покажу сейчас схему я ее за штриховую карандашиком что отшила но вот уже кое-где даже этот карандаш стерла вот здесь ну вот здесь еще нет к сожалению у меня вот не фокусируется буду подальше вам показывать так где-то цветочки вы час эти вышиваю ну еще получится у меня лист где-то лист да вот эти вот еще один цветочек дошить надо вот этот вот большой цветок и листик еще один и в принципе будет уже закончена вышивка такая красивая вот еще раз вам покажу и как будет выглядеть конечно моя копия не передает той красоты в книжке все было ярче но я напомню что эта книга не моя я не хотела ее долго держать обратно вернула своей сестре возможно она тоже что-нибудь из этой книги скоро вышьет я просто не люблю долго держать книги или журналы так что вот пока вернула очень красиво получается здесь есть подальше буду показывать у нее фокусируется вот полукрест в одну нить в основном в две нити все вышивается но вы только если вот это вот посмотреть вот здесь есть в одну нить полукресты и вот так же вот этот фон вот как бы наверное это как салфеточка такая вышивается она также в одну нить но уже крестом такие вот цветочки в молочнике хорошие получились но очень красивый результат и приятно шьется отшивается сейчас вот еще покажу рядом тут спит мой кот миша такой вот он серый у меня у меня вчера дочка пошла с ним на балкон гулять и разукрасила ему нос и фиолет фиолетовым фломастером вот уже наверное еще видно вот это фиолетово осталось но у него в общем было весь нос фиолетовый она еще и мы лапы разукрасила но они уже стерлись здесь не хочу чуть-чуть остались осталось и он у нас вчера залез в ванной в ванной была вода немножко осталось и он там такие розово-фиолетовые следы оставлял вот и я спросила как бы у дочки зачем ты вообще разукрасила на сказал ты не я я говорю ну как не ты а кто мог разукрасить она говорит я не разукрашивала вот так что вот так миша у нас пострадал от фломастеров так ну ладно следующее видео свое сниму и наверное смонтирую их подряд чтобы ну как бы было интереснее смотреть за право за продвижениями моими а еще в рамках этого совместного проекта и хотела бы вступить вот с такой работой это витрина магазина со сладостями candy shop она называется взяла я эту схему из журнала я вам фотографию обязательно вставлю как он называется потому что я думаю что его правильно не произнесу и у меня эта схема этот журнал в электронном виде сейчас покажу вам схему она у меня выглядит вот так я извиняюсь что она черно-белая и вот она у меня немножко таким вот образом что вот эту часть она на двух листах эту часть я более крупной распечатала это бел более мелкая и вот они немножко так не сходятся просто на этой стороне ключ я извиняюсь что пальчиком показываю ну просто я не взяла чем можно было бы показать вам и ну вот буду так показывать здесь я написала сама candy shop потому что я не планирую отшивать вот эту дверь тут видимо какие-то карточки оплаты как можно платить open написано конфетка ну для меня вот вот этот именно дизайн скучен мне не хочется вот просто прямые линии отшивать и и поэтому я выбрала самое интересное так как это будет подушка для моей дочери в детскую комнату вот я выбрала вот именно вот такой квадрат возможно он здесь просто вытянутым смотрится из-за укрупнения схемы и также я вот верхнюю часть не вышиваю просто вот квадрат и ну просто вот витрину со сладостями скажем так я решила вышить распечатала я на своем принтере не все мне не цветное к сожалению не очень удобно этой схемы пользоваться на там вот так же у меня есть вот такая вот схема более вытянутая более крупная но вот по мне я в принципе вышиваю и хочу показать что вот мне осталось вышить такую такую баночку и вот получается какие-то тут вывески или то цены здесь что-то написано и вот сам контур ну и возможно я не знаю буду я вот эту надпись которую я решила candy shop написать здесь не знаю буду еще вышивать или не буду я смотрела елену цвет когда она снимала свое видео она говорила что можно вступить также и с начатой работой и главное чтобы она была обязательно из книги или журнал ну даже можно в электронном виде и я думаю что у меня у меня будет дополнительный стимул вышить эту работу побыстрее и уже оформить подушечку для дочки здесь вот у меня такой магнитик который я делала сама эти вот пластмассовые украшения я заказывала на алиэкспрессе и также магниты тоже на алиэкспрессе заказала сделала вот такие вот магнитики себе так ну хотела бы что еще сказать по ниточкам конечно у меня здесь используется и гамма и dmc и модейра и причем я так знаете вышиваю интересно что часть у меня вышита например по ключу да вот там идет идет по ключу потом например вышиваю другую какую-то конфетку и мне не нравится как по ключу идет идут нитки я меняю их на свои могу конфетку 2-3 раза распороть и перешить ну или вот булочку что-то вот в этом плане тоже могу перешить если мне не нравится и здесь вот изначально могу показать на вот этих булочках такой более приятный такой цвет желтый спокойный и вот на также на этих конфетках а здесь вот я решила что будет использоваться яркий цвет и взяла для этого ниточки модейра сейчас вам покажу вот такие просто поменяла хотя вот должен быть вот такой здесь цвет более спокойно желтый и еще у меня здесь ошибка признаюсь честно вот эти вот цвета мой нет извиняюсь не вот эти а вот в этих булочках таких которые немного лососевого цвета вот эти коричневые они должны быть вот такие ярко-розовые но я в ключе как в ключе посмотрела не в то место не туда и вышила таким хотя если ну смотреть и такая булочка в принципе может быть не обязательно должна быть вот такая яркая такая даже более естественно довольно таки смотрится вот еще по вот этим конфетка дочка у меня все время спрашивает почему они не белокрасные не должны быть белокрасные на что я отвечаю что это совсем не новый год и они в обычной жизни бывают другого цвета вот ей кажется что обязательно только белокрасные никакие другие не могут быть вот тут такие кексы хорошенькие ну я думаю что так наверное такие мармеладочки квадратные сердечко с конфетами я вот считаю что это жвачки ну или какие-то конфетки вот осталось мне совсем немного вышить канвуя здесь выбрала не слишком такого цвета подходящего она по ключу идет белая с голубым и зеленым горохом вот такая своеобразная таких ни разу не видела я постараюсь вам фотографию вставить там правда на двух листах фотографии может быть вы ну как бы плохо будет вам видно вот и сюда я думаю бы подошла какая-то более канва белая либо голубая ну вот что первое мне попалось под руку смотрел я свои запасы и вот эта канва попалась мне самой первой причем отрез вот был вот именно таким и я в принципе ну сразу ее взяла и начала на ней вышивать особенно не выбирая хотя вот розовый ну не слишком хорошо сочетается желтым вам кстати передается она такая более какая-то кремово кремовая больше а вот у меня она такая грязновато желтый такой оттенок ну не очень скажем так приятный что не знаю как она будет подушки смотреться ткани я уже купила мы потом вам покажу на эту подушку наверное когда уже ее и дошью тогда вот уже в готовом виде покажу как вот с тканью смотрится так ну ниточки сейчас покажу вам ниточки у меня их здесь много и у меня миша на них лег только что спать да еще пожалуйста можно я как-то достану будет нам недоволен я извиняюсь что у меня так все раскидано тут спутано но вот я вот так их да тут миша да миша ты мешаешься вот значит они мне все-таки запутались в таком хаосе небольшом но я вот вышиваю таким образом что да я там выбираю какую-то нитку беру ее заменяю если мне не нравится что-то перешиваю что-то оставляю и вот таким образом у меня работа идет большое спасибо елене цвет что она придумала такой такой совместник очень здорово я думаю у многих были запланированы какие-то интересные дизайны журналов и книг или уже начаты вышивки и они вот с удовольствием быстро я думаю отошьют все свои работы и нам покажут очень здорово ну все буду закругляться по этой работе и уже буду показывать что у меня выходит в дальнейшем хотела еще с вами девочки поделиться такой радостью у меня первый раз после покупки зацвели орхидеи вот белая цветет белыми цветками 11 штук такая вот красивая уже там один цветочек начинает отцветать и я вот решила снять все-таки это видео и поделиться с вами такой красотой зацвела вот белая орхидея к дню рождения моей дочери к 8 марта ей подарок но к 17 апреля к моему дне рождения зацвела вот эта орхидея посмотрите какая красота если белая орхидея дала 11 цветов то вот это вот цвет фуксии малиновая орхидея дала 43 цветка и еще покажу поближе не все цветы распустились вот еще много бутончиков которые только-только собираются распускаться ну и к сожалению уже я вот снимаю 2 мая это видео уже один цветочек начинает отцветать вот покажу его видно да его он еще пока держится но скоро думаю опадет вот видно да какая красота у меня дома белую орхидею у меня кот уже ронял два раза слава богу ничего с ней не случилось но вот эту малиновую как раз она только начала цвести у меня ее дочка уронила потому что вот горшочки такие прозрачные они очень неустойчивые и к сожалению ну запросто могут упасть вот видите она такая у меня листики пострадали я очень люблю орхидеи у меня любимые цветы либо орхидеи либо тюльпаны ну вот еще раз покажу вам какая красота мне на день рождения подарок сделала орхидейка зацвела да я сейчас снимаю в спальне и у меня вот над кроватью не знаю сейчас будет видно тоже выше то орхидея ну там обычное стекло будет бликовать так что вот так покажу такая вот орхидейка у меня выше то и как вы видите я сегодня снимаю на балконе здесь свернувшись к улубочком сладко спит миша а я хотела бы показать свои продвижения по вышивке от вероника женер за один день вышила я красные цветы с листочками вот этот лист и начала вышивать вот большой цветок остается мне только цветок вышить и листик соседней покажу немножечко поближе так вот у меня все выходит очень мне нравится как красиво получается ну и сейчас я бы еще хотела поговорить о вышивке чайничка украшение для цветка которые я собиралась вышивать в рамках этого сп вышиваем по книгам и журналам и я решила сильно не заморачиваться с подбором ниток и в принципе взять нитки которые использовала вот в этой работе они мне полностью устраивают здесь есть и голубые и красные желтые я подберу и ну получается все желтые только надо подобрать вот взяла такие цвета желтого и вот эти цвета с этого с этой вышивки которые уже раньше использовала все они мне нравятся я думаю они будут хорошо сочетаться и и вышью такой вот чайничек украшение для цветка здесь мне не очень нравятся бордовые цветы желтые и такие какие-то коралловые мне нравится больше вот эти не нравится совсем поэтому я для них возьму лучше вот эти вот такие розово ну розовые вот ну все буду завершать свое видео то она и так уже получилось слишком длинным все всем спасибо за внимание кто заглядывает на мой канал скоро отошью вот этот сюжетик наконец-то и покажу вам уже законченный вариант этой вышивки всем спасибо за внимание до новых встреч